Определим реакции в опорах балки. Это двухопорная балка и она статически определима, то есть для расчета опорных реакций нам будет достаточно только уравнения и равновесия. В точке B мы видим шарнинно-неподвижную опору, она исключает перемещение как по вертикали, так и по горизонтали, а значит может давать две составляющие полной реакции в указанных направлениях. Но в данном случае все внешние нагрузки расположены строго вертикально, поэтому горизонтальной реакции здесь не будет. В точке C опора шарнинно-неподвижная, она предполагает наличие только одной реакции, в данном случае вертикальной. Реакции могут быть направлены вверх или вниз, куда точно мы пока не знаем. На данном этапе решения задачи их можно направить произвольно, ну например вверх, и обозначаемых соответственно как РБ и РЦ. Сейчас мы выясним чему они равны, ну и заодно куда они направлены. Из математики мы знаем, что для нахождения двух неизвестных требуется два уравнения. Ими будут уравнения статики, то есть равновесие заданной системы. Мы точно знаем, что балка не перемещается по вертикали. Для этого сумма проекции всех сил на ось Y должна быть равна нулю. Отсюда получаем первое уравнение. Здесь, по правилам знаков, все усилия, направленные вверх, записаны положительными. И наоборот. Переходим ко второму уравнению. Балка не только не перемещается вертикально, она еще и не вращается. Это говорит о том, что сумма моментов, приложенных к балке, тоже равна нулем. Уравнение моментов можно составить относительно любой точки балки, но лучше выбирать точки, которые расположены на опоре. В этом случае одна из реакций, проходя через эту точку, момента не дает и в уравнении не участвует. Тогда второе уравнение будет содержать только одну неизвестную. Это немного упрощает расчеты и экономит наше время. Короче, выбираем точку B и записываем относительно нее сумму моментов, равную нулю. Здесь усилия, которые пытаются повернуть балку в одном направлении, например против хода часовой стрелки, записываются положительными и наоборот. Получаем систему из двух уравнений и решаем ее. Из уравнения 2 определяем РЦ и, подставив его значение в уравнение 1, находим величину реакции в точке B. Обратите внимание на знаки полученных значений. Положительная величина реакции РЦ указывает на то, что ее реальное направление совпадает с произвольно заданным в начале, т.е. она остается направленной вверх. Знак минус другой реакции, который РБ, говорит о том, что ее направление мы не угадали и ее лучше перенаправить вниз, одновременно поменяв знак на плюс. Найдены реакции, желательно проверить. Подписывайтесь на канал и вступайте в нашу секту. Все адреса на экране и в описании к видео.